Резус-фактор Если вовремя определить резус-конфликт, то можно избежать гемолитической болезни, когда эритроциты плода воспринимаются иммунной системой матери как чужеродные. Организм женщины начинает вырабатывать антитела для уничтожения клеток ребенка. В самой лаборатории анализ делается в течение трех часов. Но обычно лаборатория накапливает несколько анализов, назначает какой-то определенный день, когда делает анализ. Так что в принципе в течение дня результат может быть получен. И что самое главное надо отметить, что в Ульяновской области внедрена программа по бесплатному определению резус-фактора плода у резус-отрицательных беременных женщин. Тест-система успешно внедрена помимо Ульяновской области более чем в 20 регионах России и 6 странах зарубежья. Второе направление работы компании Тестген – диагностика онкологии. Ученые разработали тест на определение рака простаты без биопсии. Для этого достаточно сдать анализ мочи. По поводу определения рака простаты, так как мы его вывели на рынок совсем недавно, еще таких программ по УМС не существует, но этот тест тоже включен в клинические рекомендации. Медицинскими инновационными разработками с 2019 года начал заниматься еще один резидет Ульяновского наноцентра. Среди важных изобретений медицинской электроники – робот по излечению ДНК. Главное преимущество проекта – полное исключение человеческого фактора. Робот не допускает ошибок. Процедура выделения ДНК на самом деле не так сложна. Биологический материал поочередно опускается в ряд реактивов, очищается до цепочки ДНК, затем насыщается микрометаллическими частицами и двумя магнитами растягивается. Это необходимо для лаборатории, для медиков, чтобы они уже могли анализировать саму цепь ДНК на наличие каких-то либо повреждений, отклонений. Ру-Гаджет специализируется в сфере интернет-вещей, то есть это все гаджеты, которыми человек управляет через интернет, а также промышленные и медицинские электроники. На базе наноцентра компания работает с 2015 года. За это время воплотили в жизнь 40 инновационных разработок. Компания занимается в принципе контрактной разработкой. К нам приходят различные заказчики, которые имеют некие идеи по разработке электроники. То есть необходимо, допустим, какое-то устройство получить на выходе. Заказчик приходит к нам, заказывает нам это устройство, мы его разрабатываем, изготовляем прототипы и отдаем заказчику в полном объеме. А вот молодые ребята из компании Carbon Lab создали умную краску на основе нанотрубок. Если подать напряжение, то краска начнет излучать тепло. В отличие от иностранных аналогов, изобретение компании работает на низковольтном напряжении, что абсолютно безопасно для жизни. Краску можно использовать как в быту, например, в интерьере, при подогреве зеркал для ванной и при обогреве пола, так и в авиации. Краска наносится на крыло беспилотником, чтобы устранить обледенение. Пока это в виде разработки, то есть мы сейчас находимся на стадии внедрения. Тестовые, конечно, у нас объекты есть, подогреваются, все работает, все отлично, все довольны. Но вот сложность выхода на рынок в том, что это новая разработка, люди боятся ее внедрять. Сегодня в наноцентре утверждены в статусе резидентов 10 технологических компаний и порядка 100 стартапов. Субтитры создавал DimaTorzok